Открытая и живая беседа так обозначила общение с председателями ЗАГС Собраний Владимир Путин. Президент в самом начале встречи дал понять, что не разделяет по значимости исполнительную и законодательную ветви власти. Особенно, когда речь заходит о том, как и какими темпами будет развиваться страна. Для того, чтобы вместе мы работали эффективно, нам нужно наладить очень эффективное взаимодействие, хорошее взаимодействие между федеральным уровнем власти и региональным. И нам нужно, чтобы каждый уровень власти был самодостаточным и способным решать те задачи, которые перед ним ставятся. То, что внимание Владимира Путина сместилось с губернаторов на законодателей, заметили все. Подтверждением тому стало присутствие председателей региональных парламентов на оглашении ежегодного послания президента. На самом деле, вот этот факт и ваша сегодня встреча с законодателями говорит о том, что подчеркивает уважение главы государства к законодательным представителям органов власти. Тем самым подчеркивается равенство ветвей власти и наша общая ответственность за реализацию поставленных задач. Кстати, вопросы президенту в основном задавали как раз главы региональных парламентов. Владимира Путина спрашивали о сохранении культурного наследия, безопасности граждан, развитии сельского хозяйства. Законодатели из Осетии предложили обдумать вариант выборов губернатора. Суть инициативы. Партии представляют кандидатуры, которые потом проходят президентский отбор. А губернатора среди оставшихся назначит уже законодательное собрание в каждом регионе. Еще одно предложение поступило от руководства Томской области. Касается оно защиты людей труда. Выступал председатель законодательного собрания Томской области и предложил Владимиру Владимировичу, так скажем, поддержать внесенный Томской думой закон, федеральный закон, который бы рассматривал возможность защиты людей труда при банкротстве предприятий, при их вынужденном закрытии, при различного рода реорганизациях предприятий. Безусловно, это очень важно, потому что и в нашей Владимирской области бывают такие случаи, когда предприятия по той или иной причине закрываются, и люди, в общем-то, оказываются на улице, во многих случаях без средств существования. Поэтому такой закон должен быть, мы его полностью поддерживаем, и я думаю, что, возможно, примем участие в его разработке. Президент страны обещает подумать над озвученными идеями. В первую очередь это говорит о том, что у региональных властей появилась надежда, что их инициативы получат поддержку на уровне федерации, поможет и Совет законодателей. В частности, Владимир Киселев уверен, что работа профильных комиссий Совета поможет координировать общие усилия. Главное, сделает процесс законотворчества максимально приближенным к запросам населения.